Царь и рубашка Один царь заболел и сказал, Половину царства я отдам тому, кто меня вылечит. Тогда собрались мудрецы и стали думать, как вылечить царя. Никто не знал, только один мудрец сказал, Я знаю, как вылечить царя. Надо найти счастливого человека, Снять с него рубашку и надеть на царя. Тогда царь выздоровеет. Царь приказал найти счастливого человека. Послы царя долго ездили по всему царству и искали, Но не могли найти такого человека, который был бы всем доволен. Один богат доволен, другой здоров да беден, Третий и богат, и здоров, да жена нехороша. Все на что-нибудь жалуются. Однажды царский сын идет мимо избушки и вдруг слышит, Как кто-то говорит, Слава Богу, я сегодня хорошо поработал, Наелся и сейчас лягу спать. Больше мне ничего не нужно. Царский сын обрадовался, Приказал снять с этого человека рубашку И дать ему столько денег, сколько он захочет, А рубашку отнести царю. Посланные пришли к счастливому человеку И хотели взять у него рубашку, Но счастливый был так беден, Что на нем не было рубашки. Задание 1 Ответьте на вопросы. Кому и за что царь готов был отдать половину царства? Для чего собрались мудрецы? Что предложил один мудрец? Почему послы царя ездили по стране? Почему они не могли найти счастливого человека? Какие слова однажды услышал царский сын? Что приказал сделать царский сын? Почему посланные царским сыном люди Не смогли взять у счастливого человека его рубашку? Задание 2 Закончите фразы из текста Половину царства я отдам тому, кто... Тогда собрались мудрецы и стали думать, как... Надо найти счастливого человека, Снять с него рубашку, и... Царский сын обрадовался, Приказал снять с этого человека. Посланные пришли к счастливому человеку и хотели взять у него рубашку, но счастливый был так беден, что... Задание 3 Как вы понимаете слово мудрец? Задание 4 Объясните по-русски, что такое сказка? Задание 5 Расскажите одну из сказок своего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова